Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Енатолий Дейкович, вот по жизни бывает так. Один человек, вольный или невольный, видел другого. Ну, разные бывают ситуации. То ли дети нашкодничали, и тогда родители между собой враждуют. То ли сам был ступил неосторожно и допустил критику такую необузданную. А быть может и критику такую правильную, обличение правильное. Но человек этот обиделся, а христианин, тем не менее, эту обиду держит чуть ли не весь год. Пока что наступит прощенное воскресенье. Вот как это укладывается в понятие православного христианина. С одной стороны, и что нам, кстати, Библия об этом говорит. Ведь известны были случаи, когда царь Давид, находясь в гонениях от своего сына Весолома, тоже был уничижаем некоторыми своими приближенными. Но когда те попросили прощения у него, он, так сказать, казнь их отложил. А в то же время, умирая, наказавшему сыну Соломону, припомнить им то зло, которое они сделали. Вот как оно бывает по жизни. Правильно ли это дарить себе зло и передавать души по наследству, чтобы отвинь деду какое-то осуществили? Видите, размер обиды разный бывает, и люди разные. И Давид это редкий завет. Если там было указание истребить врагов, то в Новом Завете возлюбить. А, я говорю вам. А означает противоположное. До этого было сказано идти на юг. А я говорю вам, поверните на восток. А это отрицание того, что было впереди. То есть перемена плана, перемена маршрута. Тут надо запомнить одну фразу. Обида, тире, огромное тире, не христианское дело. Не христианское качество. И когда человеку говорят, ну тут хороший, все, ну обидчивый. Это означает, жить невозможно. Ему все будет не так. Даже ты сделал правильно. А он будет думать не так. Вот вчера у нас занятия были. И одна старица стала говорить. Я когда рассказал. В случае, сестра мне записку, жена прислала записку. Постала, что почему слуховой аппарат не берешь с собой? У тебя же есть. Я стал отвечать. А потом рассказал, как она мне сделала хороший слуховой аппарат пенсионеру. Дорогой и незаметный совсем. Он на ухе там где-то в ухо вставляется. И его спросил врач-то. И говорит, а как домашний араб. Это я им не сказал. А почему? А я все слышу, что теперь про меня говорят. Я за 4 месяца 4 раза завещание переделал. Ну и засмеялись. Как засмеялись? Не хохотали, ничего. Кто-то улыбнулся. А она обиделась на всех. Говорит, на меня. А я даже и не улыбался, кажется, сидел. Она стала говорить тогда. Написано. Нельзя улыбаться в Евангелии. Я говорю, нет этого. Нет, написано. Но если говорится радуйтесь в одном послании к филиппистам 11 раз, а Паэль был в тюрьме в это время, прикованный к стене, то слово радуйтесь что означает? Это в радость выражается в глазах, в улыбке. Как показать, что он радостный? Давид выразил тем, что прессал. И когда, если ковчег, он разделся, мешает одежда, все сбросил. А дочь Савула Мелхола унизища жила его и говорит, как ты унизился? Он говорит, унизился, еще более унижусь. У него радость распирала его ковчег, ему принадлежит. Бог благословил его. Бог дал ему возможность перенести эту святыню. Конечно, некоторые злоупотребляют этим. Хохочут, гогощут, идут в театр. Там юмор и в статье Райкина слушают, там, Задорнова. Это не христианское дело. Это еврейское смехащество называется. Все высмеивают. Но написано, праведник кротко улыбнется. Улыбнулся. Нет, написано. Я говорю, не написано. Нет. Я говорю, еще 92 года будешь жить и ничего не найдешь. Она очень обиделась. Она говорила, всем нельзя, нужно быть вот таким вот. Она идет к храму, даже там поздороваться нельзя. Просто если печет, то там птичка рядом не пролетит. Не разговаривать ничего нельзя. Все это, головки у простора поплывут. Мне любит она вот эти тряпочки, подстилать, то-то другое. И у нас такие хорошие с ней были отношения. До последнего времени, пока провожали Марину Сергееву, и она, там, держится такая, псалтырь Богородицы. Я сказал, это фальши, это обман. Стали приписывать Дмитрию Ростовскому. Да не было при Дмитрии, это недавнее счастье. Ну и она еще более обиделась. Она ее почитала, эту книжечку. У нее Богородиство выше Христа. И все, Богородиство, 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 Пресвятая Матушка там. Я говорю, нигде этого нет. Это Богородиство, а ее почти, почитание больше, чем Христа, нет нигде. Слава моей, никому не дам, говорит Господь. И вот вчера этот кризис наступил. А она обиделась буквально на всех. Стала вспоминать в городе, ходила где-то в церковь. А ей говорит сестра наша, которая у меня вчера была, она ей говорит, а ты же не видела, как эти люди ведут. Вот, она считает, просвали печет. Так я тоже рукоположенную. Я как священник вроде, вторая после священника. То, что она печет, да какая разница просвали или хлеб печь-то. Нет, она на этом, а вдруг теперь почтения к ней не будет. А сколько смирения было, и вдруг все на смырку пошло одним словом. Где? Обида. Обида, там не знаю как. У православных это особенно видно. Я скажу, что и у других есть. Но у православных как-то, то ли я все время среди Нина, не знаю. Обида. Старобрядцы, те на одной обиде стоят. Обиделись на Никона, Алексея Михайловича. И по сегодняшний день так, как будто бы Песков Василий Михайлович, ну это про природу писал, комсомольская правда. И когда встретился со Слыковым, Карпом, Осиповичем, то он говорит о Никоне, о Петре Первом, как будто они у него за стенкой живут. Такая обида. Он говорит, война была с немцем, с немцем, с германцем, да, Петру проклятие. Это он с немцем решался. Вот его реакция на это. О чем бы ты ни заговорил, они сразу к Никону и начинают оттуда. Если с ним когда-то было 10 лет назад, прощались, прощено воскресенье, причащались, он опять оттуда старым вытаскивает. Это называется злопомнение. Зло помнит. А Янзо Таус говорит, злопомнение уподобляет дьяволу. Это он не может никак прийти в себя, когда его Господь сбросил. Это от дьявола. И обида это не Божье устроение. Это от дьявола. И поэтому в Новом Завете человек, рожденный свыше, имеющий страх Божий, никогда не будет обижаться. Он рассмотрит, правильно или неправильно, даст ответ. Но если тебя обидели, там против тебя поступили, у евангелиста Луки считают, вы говори ему, покаялся, примирение, все, стерто, нету. А не покаялся, возьми двух-трех, не покаялся, все стерки, скажи. Не покаялся, уже на третьем этаже, вниз головой, все, как мы, три грешника. Отвертки, никакой обиды нету, нету, нету. И чужой человек с тобой разговаривать не очень. Нужно поступать всегда решительно. Это четвертое качество лидера. Решительности не хватает. У святых, у многих была решимость. Они раз порвали и уходили навсегда, как Федора Священный. Считаем мы ученик Пахомия Великого. Поэтому, когда люди обижаются где-то, а он на тебя обиду держит, на меня. Я, допустим, говорю, а как он держит обиду, за что? А вот вы сейчас говорили проповедь, и я его имя называл? Нет. А чего ты решил, что я тебе говорю? Ну, так вы сказали, что машины тут меняют каждый раз. А я подумал, что я в машинах еще не разбираюсь. А почему ты решил, я говорю, Миша, что я не разбираюсь в машинах? Так машины нет. Я жил на квартире у человека, который на домашних условиях ремонтировал машины. Я многое видел. Многое видел. Я сам на машине когда-то ездил. Как на машине? Да никак, за рулем на машине. А люди считают, что я за машиной вообще еще не вижу. Я говорю, это не так. А священник подошел и говорит, Миша, а я думал, значит, про меня говорит. Это, значит, живое слово, оно живое и действенно. Меч обоюдоострый. Проникает до разделения души и духа составом вас Бог. Так что ты и справляйся, если тебя коснулось. Мы не зримо врачу им за того сговорить. В храме мы не отзываем по именам, дабы еще боли не ожесточить. Да, я говорю, по некоторым признакам можно догадаться. Вот я сказал, тут работают, тесть-то взять не помогают. И помогал мне. А какая обида? Старообрядство, естественно, старообрядство никогда не прощает ничего. Он копит и копит обиды. И он теперь один сидит на крылечке. Уже кто обидел его, умерли. Он теперь на два голоса разговаривает. Это ревностная, ревностная. Обиду мужу нет. Она проверяет костюм у него. Волосинку найти, узнать, какого волоса. Волоса нет, его полюбил лысую. Значит, и волос даже нет. И в дурдоме теперь сидит и сама разговаривает за мужем. И тому же пять лет, как умер. Вот эта беда, это повреждение психики, души. Повреждение разума. Человек теряет все. Поэтому, если ты заметил в себе это, это как Божья роса, говорит. Плюю в глаза, он говорит, Божья роса. Ну, и ничего не значит это. Вот у меня мать была. Она вообще обиды не держала никогда. И что, сама просила прощения. Мы запомнили это. Конечно, на душе обидно. Когда, если это скорбь до смерти. Когда был брат, ходили вместе. В церковь, в храм Божий. Разделяли искренние беседы. А теперь все обнаружили. Примирение уже невозможно, говорит Библия. Но во Христе и тут возможно примирение. Те отцы писали по тем временам, как это я говорю, из притчи. А в Новом Завете, в рамках голоден, накорми, прости. Сколько раз ты грешишь? До 7, ниже 7. В день и тогда прости. Обиды. Простил, а какая обиды-то? Ничего не было. Простил, истребил, сжег, выбросил. Нет ничего. Но если он повторяет, то да, напомни, ты уже не первый раз, я тебя прощал. Ты-то можешь. Но если он этого не делает, никакой нужды нет. Вот отношение к обиде. Обиды – это один из определителей духовного рождения. И о страхе Божьем. И только глупый отвергает наставление и разумление. Первая глава, 7 стих, притча Соломона. Это начало мудрости, страх Божий. Какая обида? Он должен 100 динарик всего. А я-то Богу должен. Тысячи талантов. Он меня простил, прости, и ты. А он не мог простить, схватил, душил. Мы много находим места из жизни. У обидчивого человека нет дружи. Нет, с ним нельзя дружить. Он обязательно что-то найдет. У меня есть такое стихотворение. Один старик, не мной написанное. Как он на крылешке один сидит и пережевывает все эти обиды. И уже никого нету. А он все их заново перемалывает. Ну вот, как считаем, у Салтыкова щедрина. Там это есть у Гоголя старосельские священники. Один другого там обидел. А не знает, как его. Иван Якифорыч. А вот он поросенка назвал. Иван Якифорыч, иди к корыту ешь. То есть, это сегодня гражданским кодексом не разрешается делать. На мысле. Мышь-то так. Я сейчас вот заведу какого-то дохлого кота и буду звать его Путин. Путин, иди сюда. Это рано или поздно будет известно. Это понятно, что ты имел. Почему ты назвал Путина, а не назвал его Ждановым? Ну и понятно. Так что, обида проще. У меня есть люди, которые рядом и обидчивы. Но от них никак нельзя избавиться. Они рядом, они близкие. Но никак. И они все время в обиде. И все время болеют. Как только обидится, что-то наговорит. Я уже знаю, два дня лежит пластом. Пластом. Даже здоровый мужик, крепкий. Крежу обиделся, что я понимаю не так, как он. Не прострел, ничего. Слег два дня, лежит. Лежит. Я говорю, чего лежишь? Там просто на тебе негде простыть было. Ты на улицу не выходил. Ты обиду задали. Она и обида разъедает человека. Это ржавчина. А как же это просто? Согрешил он, тебя обидел. Выговорит. Самая большая печаль, когда друг делается врагом. Это самая большая. И самая большая радость, когда о ком мы слышим, друзья ходят в истину. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Евангелист Ян пишет в первом послании. Вот это радость. Так что я заранее говорю, если я вас тут обидел, чем-то говорил, как я выбирал выражения с вами, почему-то я к вам так расположился, вижу, что вы очень простой и подходите для дружбы. Ну, обиды не держи. Если узнаешь, что на меня где-то обижаешься, будет драка. Я тебя начну понужать со всех сторон. Вы калащите из тебя пыль эту дурацкую. Зачем? Кто я такой? Чернь, гнилье, прах. И буду обижаться. Горь сводит. Небольшая горь с соплей. И я буду обижаться. Да кто же я такой? Мы должны всегда считать, что враги нам лучше, чем друзья. А они многое у нас видят, чего друзья не замечают. И вы мне эти рампы большие не пишите. И никакие не надо. Увидел, узнал, сказал, да и доволен. А то ты сейчас-то раскланиваешься там, это дело-то. У меня один такой зашел, я сейчас уже не помню его, кто он был. И вот каждый раз, вот а такой благовестник, исповедник, а вы, я ему сказал, не надо. Кому надо, тот поймет, кто перед ним. Он опять, я и предупредил вас, он третий раз, я его занес в черный список. В черный список. Убрал его, и я не знаю, может быть он по другим зашел, уже будет тише. Мне это не надо, ничего не дает. И в действительности может не соответствовать тому, что ты говоришь. Да и зачем? Ну другое дело, когда вот старый человек, вот она, я его ставлю в пример, она в храме стоит, 92-й год, и она никогда не садится. Никогда. Она горит. А это только пленет и плюхнулся, молодой парень. Почему садишься? Это храм Божий. На чем нельзя сидеть? Можешь сидеть. Ну ты потрудись маленько. Почему нельзя-то? Можешь. Можешь не ходить, можешь не веровать. В Греции, например, у них, как в театре, у них скамейки, там все, они сидят. Я видел, служба идет, они сидят. Что-то батя. Служба идет. У стектантов там понятно проповедь. А у православных моление идет все. Они придумали сейчас стектанты молиться сидя. Обнял его, глаза зажмурил. Говорят, как кот жирный. И вот теперь молятся. Обнял его. Там свидетели его. Это они молятся. Почему не стоите? Ты перед начальником будешь сидеть или нет? Ну Бог-то высший, начальником называется. Взирайте на начальника совершителя веры. Евреям 12.2. Стой перед ним, как положено. Ты перед начальником будешь застегиваться? Не растет. Ясно дело, приведешь себя в порядок. Это сегодня все раскрупано. Если какой-то где-то будет застегнуть всех, найдут верхнюю пуговицу. А я сам, как застегнулся, я никуда не расстегнулся. Ну зачем? А обижаются некоторые, что делают замечания. Я делаю по поводу правильного поведения. А вот она верующая. Верующая, обстриженная, на голове ничего нет. Где верующая-то? Женщина растит волосы честь. Это бесчестное стоит. Нечестивское. Вся. Вся. Просто ничего на голове нет. Да еще и премипрея лепит какие-то там клейма на уши, сережки. Я сразу ей высказал. Зачем бы это? Делайте. Вот так. И еще такой вопрос. Вот в свое время, когда наш первый президент Советской Украины, Леонид Радчук, Кравчук, заявил, что маемо, то есть еще маемо. Ну по-русски она звучит так. Имеем то, что имеем. А когда я стал изучать Библию, то я нашел, что это выражение взято из премудрости царя Соломона. Далее, читая литературу христианскую, ту же самую Библию, узнаю, что выражение каждому свое тоже взято из Библии. Это то выражение, которое, ну как называют, кощунство нависело в Владимирском слагере в нацистской Германии. И звучало как уничижение для пленников. И вот я обращаю внимание на эти притчи, на притчи царя Соломона, на премудрость царя Соломона, которая читается в наших храмах, но читается так, что мы ее не понимаем. То есть она читает на церковно-славянском языке. Так что моя мама, которая 77 лет, все так сказала. Я, говорит, сынок, прихожу в храм непросвещенное, и непросвещенное ухожу. А вот какое все-таки значение, на ваш взгляд, имело бы чтение этой премудрости царя Соломона, книги Гильзиаста, которая им же написана, притчи царя Соломона, на нашем родном русском языке? Ведь нигде оно не читается официально, кроме как в храмах, но читается, как известно, на языке, который мы, ну наши предки понимали, мы его не понимаем. У меня в книге «Крестовое православие» это самым подробным образом объяснено в теме условий о великорусском языке. Тут другое. Вот вы сказали, каждому свое досье там займы. Это действительно так, но в этом есть смысл. Горе, когда печь начнет сапожник, а повар тащит сапоги, у крова есть басня такая. И каждому сверчку свой шесток. В этом смысл есть. И поэтому человек берется, допустим, за какое-то дело, а он к нему не способен. У него даже на это и намека нет. Еще одно не дело. Только испортил вещь. Я спрашиваю, а ты когда не делал это? Нет. Батюшка как-то обратился, тогда не было бензопилы, а двуручная пила. Кто может наточить? Точить. Топор надо уметь. Мудрость это сделать умеет, как христианство говорит, то есть Соломон, когда топор притупится. А это пила. Пилу, если ты не точил, близко не подходи. Ты ее всю испортишь, ее после тебя уже не влюблено. Он берет и начинает, он завалил все. Бочка начала по-настоящему себе передать. Ну, хоть раньше-то. Делал? Нет. Да как же ты взялся-то? Взялся за это дело, пилу изгадил. Хорошая пила. Ее надо чуть-чуть только подправить было. Когда ведешь, то у тебя напильник не должен заворачиваться, а должен вот так вот подниматься кверху. Она же в абсолютно ровной треугольнике должна быть. И какой угол наклона, он ничего не знает. Испортил пилу. А теперь что, нарезать? А это никто не будет. Просто я ей шипер перейду. Сунулся, а я ровно. Но ты ни разу не видел пчел. Что ты можешь сделать? Тебя пережарят они, и ты не знаешь, какие рамки взять, какие поставить, где матка, что означает перга, куда ставить, где хранить. Ну, еще не знаешь. Это как барин подъехал, есть такой рассказ, кузнецкий конь расковался, то есть подкова отлетел. Ну, тот взял железо, загнул, там делают, он смотрит, как делают, сколько столько, посмотрел барин, это надо, сколько же он зарабатывает, там много. Ну, дорогое удовольствие это. Подковал коня, у него специально станок, коню поднял, закрепил, конь не может дергать. Ну, и теперь, и дальше конь ни вправо, ни влево, никуда, станок, и станок до ноги, и он гвозди эти забивает в копыта, где их заворачивает, с обратной стороны. Так нужно, чтобы гвоздь прошел, не из тела, там же у него тело, плоть, а именно поороговевшему слою. Барин тоже себе решил кузнецу сделать. Сделал, все надо, помогли ему, и вот он стоит, и кто-то подъезжает. Конин сковался, давай, он начал. Не получается. Не получается совсем. Там надо, что когда подкуешь, то здесь у него снизу были, они не острые, но как шипы. Эти шипы, он бьет только соком, держит, засыпляет все где-то, никак. Он тогда думает, железо-то испортил, дай-ка я из нее хоть что-то сделаю. Начал делать гвоздь, и гвоздь не получился. Тогда он взял эту акалину, сунул в воду, на пшик. Вот, тассиеном зайны, каждому свое, каждому свое. И поэтому, человек, которого нет призваний, делается священником, то ничего, кроме позора, нету. Ты где-то можешь научиться, а здесь ты не можешь научиться. Это призвание. Этому нельзя научиться. Вот вы говорите, а я хочу быть миссионером, я говорю, миссионером, ты христианин, он еще не стал. А потом ты можешь выпросить у Бога дар благовестия. А миссионерство, Бог может тебе никогда не дать. Почему? Это полная самоотдача, когда тебя нету, а живет, не я живу, Павел говорит, но живет во мне Христос. Как филиппистам 1.23, для меня жизнь, Христос, а смерть приобретение. То есть смерть для меня это лучший выигрыш. Я от всего избавился. Интересно, ладно, я считал, Влада Латышей был, и там, вот, на армес аурус. То есть, смерть приносит плоды. Какие? Ты кому-то давал, пускай, хреб давай семи и восьми, и по водам пускай, то есть, по народу давай, а когда ты умрешь, это все к тебе вернется, и тебя, говорят, примут в обители вечные. Те, которые накормлены, напоили бы. Не понимаю, о чем речь идет. Если говорится о том, что так будет, оно обязательно будет. Как я вчера, сестра, родилась одна, с хорошим вопросом. Мы с тобой, вот здесь, знакомы с вами, а вот, как вы видите во мне, какие недостатки, что я должна убрать из себя, избавиться от чего? Я говорю, ты вопрос задала хороший, который предполагает, что ты живая, и который дает основания предположить, что это дерево будет развиваться и зеленеть. Не скрыть недостатки, чтобы меня не знали, и рты все запечатают, как центральный комитет партии, рестарообрядцы, они вне критики. Это означает мертвое. То есть, стоишь перед народом, ты, я стою внизу, никому не видно, что у меня рваные сапоги, и там люди, но если я поднялся над толпой, у меня снизу все видят, кто я такой. Поэтому сиди дома широкой носом. Когда поднимешься, ты так вляпаешься, что ты не вылезешь оттуда. Самый простой вопрос от тебя в тупину гонит. Только будешь смеяться. Один начал спорить, а ничего не разбирается. А девчонка говорит, ты сколько классов кончил, он говорит, а тебе какое дело? Да ничего, я просто спросил, кто-то говорит, да у него неполный семь кластеров. Ну и она его вопрос опять задает, он не может ответить. Она ему говорит, ну а что такое дробь? Он говорит, ну тут-то ты меня не уела. Я знаю, что такое дробь. Он говорит, шестой номер, это набекаса, мелкий, как по воробьям. А первый, это на волка можно идти. Как? Все грохнули, захохотали. Она спросила дробь. Чиститель, знаменатель. А он понятия не имеет, в школе учился там. И он говорит, я подумал так, сейчас обложу ее матом и уйду. Это последний, самый мощный довод. А мате говорят, а что, есть такая вещь, говорят, которая все понимают, но делают вид, что не понимают. А другое похожее говорит. Никто не понимает, а делают вид, что понимают. А что такое амат и материализм? Материализм они не понимают, но все сдают экзамены и прочее. Амат все понимают. Так что, о чем мы говорили, да, вот это все.